Поединком в другой весовой категории первого дня боксерского олимпийского турнира до 67 килограммов встречаются грузин-тенгиз Минсхадзе и американец Фернандо Варгет. Ну вы сейчас услышите, как будут болеть зрители. Они тут так горячо поддерживают своих земляков. А трибуны, как это для меня неудивительно, но все-таки заполнены колизеуми. Пустуют только места участников. И отдельные, так среди зрителей есть, просветы. Сенгиз Минсхадзе, 27-летний боксер. Вы видите счет в 8-3 после двух раундов. Идет начался третий. 1-3 проиграл. Первый раунд и 2-5 второй. И сейчас должен пойти вперед, иначе надо отыгрывать все то, что так потеряно. Его соперник, 18-летний Фернандо Варгет считается одним из талантливых американских молодых боксеров, которому прочит большое путешествие. Собственно говоря, как бы рассчитывать на высокое место Варгет в отчетках интервью заявляет, что он не собирается. Ему достаточно показать только волю в победе и хорошую тактику ведения в поединках. Ну, думаю, что скромничает, хотя в этой весовой категории очень стильный подбор кадров и претендентов. И в первую очередь, конечно же, надо, наверное, отметить план Эрнандоса Кубинка. Ну, а для того, чтобы нам как-то ориентироваться, лучше мне бы хотелось сказать, что в этой категории выступает и наш Олег Саитов из «Жигулевска», который выйдет на ринг в первой паре вечерних соревнований. И я надеюсь, что если вы будете смотреть наши репортажи дальше, то обязательно этот бой вы увидите. Стартовый бой Олега Саитова, которому будет противостоять турок Кахит Суме. Ну, а здесь вы видите сейчас равенство в третьем поединке сил, но преимущество, которое американец заимел после первых двух за минуту до окончания боя, в общем, дает ему надежды. Видите, увеличивает свое превосходство уже 9 очков у американца. Пока в первый день никаких неожиданностей не происходит. Те, кому вручили победу, те и побеждают. И досрочных тоже вот таких окончаний боев пока нет. Это говорит о том, что силы участников выровнялись, поскольку прежде я вспоминаю на Северскую Олимпиаду, очень много было нокаутов в первом круге боксерского турнира. Но, как говорится, еще не вечер, впереди еще бои. Опять пропускает грузинский боксер удар. И американец уверенно побеждает. и сейчас будет вопль восторга. Но, особенно восторженно принимают зрители в Америке, бойцов, которые идут, что называется, вперед без страха и упрека, и начинается обмен ударами. На мой взгляд, несколько грязноватый бокс, но вот именно это, воспитанное на профессиональном ринге, на созерцании профессиональных боев, американские зрители чрезвычайно любят и ценят. Серьезный такой удар был апперкот, который пропустил грузинский боксер. Кстати, так, я бы сказал, опять-таки по-профессиональному, вызывая внимание публике, как бы рекламируя себя, ведут себя все американские боксеры и, не исключение, Фернандо Варгетт. Фернандо Варгетт выходит в следующий круг соревнований. Ну, а на этом мы заканчиваем наш первый репортаж с олимпийского боксерского турнира. Его для вас вел Сергей Чискидов. Благодарю вас за внимание и до следующей встречи. Карпачао, сказали. Поп! Карпачао, сказали. в синем углу ринга, а его соперник в красном. Я раскрою вам как бы секрет Полишинели. Вы смотрите эти соревнования в видеозаписи, поскольку когда боксеры вышли на ринг, в Москве уже глубокая ночь была и даже можно сказать раннее утро. Поэтому естественно мы